здравствуйте дорогие друзья всех вас кому интересно тема жизни в сша тема иммиграции в сша приглашаю вас посмотреть мой новый цикл видео на эту тему в этих видео я озвучу для вас друзья свои записки письма о том времени когда я только-только ступила на землю сша я поведаю вам о своих самых первых а это значит что о самых своих ярких впечатлениях от новой стороны проживания для меня сша записки эти сохранились благодаря тому что я писала из америки в россию письма своим родным знакомым а в дальнейшем я даже включила свои письма свою книгу которая называется на русском языке за морем житье не худо как видите на обложке этой книги изображена соль это моя собственная картина из лепестков из засушенных растений в частности в этой книге я написала надо сказать что я никогда не испытывала никаких мук при написании писем родным друзьям просто садилась за компьютер и писала обо всем новом для меня в новой стране о моем собственном открытии америки а также а в моих впечатлениях о моих мыслях в поле тема сообщений в электронной почте я неизменно писала письма из нового света сейчас эти письма как дневник как книга мемуаров как женский роман а если пошутить то можно сказать что это как рассказа о соли после замужества опуская лишь сугубо личные вещи имена адресатов соблюдая хронологию вот эти письма пишет вам ваша американская засланка началась зима сегодня 2 декабря 2007 года в россии насколько я знаю выборы в россии я уже не могу голосовать уж очень далеко идти остаток и еще пока не могу потому что право голосовать на выборах появляются друзья только после получения американского гражданства сейчас она у меня есть но я никуда не хожу полная равнодушие ко всем политическим событиям ну типа выборов мой муж приверженец демократов ну и хватит о политике так вот сегодня 2 декабря и на улице плюс 24 градуса по цельсию так хорошо что не в сказке сказать не пером описать да такая теплая погода не редкость декабре сегодня у нас тоже где-то плюс 24 или плюс 23 что-то вокруг этого вот да в декабре хорошо у нас однажды друзья я купила футболку волмарте и она была ну футболка такой свитерок символикой рождества не захотелось вот я подумала ну 25 декабря наверное как раз вот с рукавом и вы знаете мне было жарко в тот год когда я этот свитерок купила было жарко я пожалела о покупке вот так и такие вот дела бывают декабрь я люблю здесь улетели на юг калибри для них уже наверно это как сибирские морозы плюс 24 это по сравнению знаете с плюс 39 лет а вот сибирские морозы а вообще птиц еще много у меня цветут ландыши какие-то сумасшедшие камелия розы канны бархатцы астры летают бабочки пчелы как будто на дворе хорошее лето которое все любят не холодно не жарко ну конечно все такое лето любят не то что душегубка настоящего лета да конечно падают разноцветные листья с листопадных деревьев я их с умным видом собираю на удобрение недавно с умным видом сдала на анализ в местную лабораторию нашу почву чтобы узнать о ней все что все чем удобрять они уже сделали все как полагается выдали результат так что у нас будет все по науке кстати здесь огород сажается дважды в году весной и осенью то есть осенний урожай собирается зимой напишу вам немножко о местных праздниках кстати друзья я хочу дополнить про листопад вот у меня сейчас вся веранда до в листочках нападала листочков вот но листопад это для меня большое впечатление у сша он длится здесь сейчас вам скажу начинается в сентябре я всегда думаю не потому что потому что осенью деревья деревья хотят сменить листву а потому что жарища они просто мне кажется сбрасывают листву чтобы влага не испарялась через листья чтобы выжить вот и начинается у нас сентябре сентябрь листопад октябрь ноябрь декабрь январь февраль и еще в марте бывает такое что уже даже феврале выстреливают зеленые почки новые листочки а еще продолжается листопад сколько я насчитала 56 по моему месяцев я насчитал вот такой у нас листопад это тоже удивительное свойство здешней природы которыми который меня поразило в первый же год напишу вам немножко о местных праздниках кстати из общих праздников у нас с американцами только новый год да пожалуй так только новый год но рождество у них намного значительнее чем новый год к этому друзья тяжело привыкать было но я уже привыкла на новый год они подарков даже не дарят недавно был день всех святых и мой ральф хотел на работу это я про хэллоуин такой праздник и мой рай входил на работу с пиратской повязкой на глазу из серьгой в ухе потому что все должны быть хоть в каком-нибудь маскарадном костюме я ждала с нетерпением что он принесет мне кучу награбленных сокровищ ну раз пират но увы потом был день благодарения другое название день индейки вот к этому друзья я привыкла быстро индейку полюбила я ее обожаю готовить вот здесь вам дам ссылку на видео что я приспособилась друзья готовить из индейки когда мы ее покупаем вот в этом видео посмотрите потому что мне нужно было приспособиться у нас семья два человека съесть индейку ну за один день это вообще немыслимо ее мы едим неделю и чтобы она нам не наскучила вот я как женщина как хозяйка придумала разнообразные блюда во всех семьях готовят индейку и поздравляют друг друга говоря счастливого дня индейки вот умора этот праздник произошел от пира который переселенцы из европы устроили для индейцев за то что они помогли им выжить и приспособиться в америке сначала устроили индейцам индейцам пир отблагодарили их за все хорошее а потом то всех уничтожили почти всех уничтожили а праздник видите ли оставили на память я по этим соображениям этот праздник не воспринимаю как истинный праздник между нами говоря а индейку мы купили копченую за неделю до праздника и по моей настоятельной просьбе начали ее есть к празднику от нее остались рожки да ножки вкусная наверно была индейка сейчас все дворы около домов украшаются к рождеству моя соседка джина настроила перед домом прямо целый город из огней с проспектами и площадями у меня проект малобюджетный по сравнению с ней мы посадили слева от дома тую на нее повесим огни на солнечных батарейках поэтому я называю малобюджетный проект что не электрические огоньки я понять не могу почему здесь нет на домах солнечных батарей ведь круглый год солнца а правда друзья я мечтаю об этих солнечных батареях давным-давно вот и в соседнем от нас штате штате техас там работает целая программа вот целеустремленно обеспечивают людей солнечными батареями вот так а у нас такой программы нет соседний штат каждый штат как самостоятельное государство мы видели на всех домах в турции солнечные батареи и еще я удивляюсь американцам что они свою любимую спортивную игру назвали футболом что переводится как нога мяч а ногами там играть запрещено раль все выходные у телевизора из нее соседи напротив нас целый день с лестницей лазили украшали дом огнями и это почти за месяц до рождества вот как основательно они относятся к рождеству но а друзья на самом деле как только в америке у нас проходит праздник день благодарения на следующий день это еще день черная пятница все уже рождество начинается и мы при встрече друг друга в течение месяца мы можем говорить мэри крисмас то есть с рождеством до целый месяц у нас рождество я мне это понравилось я рождество здесь полюбила мне этот праздник очень нравится хотя я не католичка я крещённая православная вот но я так сказать примазалась к мужу американцу который у меня католик да ой ой вот она лет это летает все что хотите всякие там шмели пчелы так вот примазалась к моему мужу с удовольствием этот праздник праздную в этом году купила знаете очень распространенная штучка рождественская шар водяной шар где там потрясешь его и как будто снег там у нас санта клаус мчится на санях с мешком подарков и вот когда его тряханешь как будто он снегу очень красивая картинка но так как у меня этой штучки не было я я думала эти снежинки летают долго знаете а там это самое раз два три четыре и на пятой секунде уже все уже все села то есть я вот этого не знала и у меня никогда такой штучки не было а она очень такая знаете американская вот а вообще мне очень много атрибутов связанных с рождеством понравилось с удовольствием вешаю например венок на входную дверь рождественские но вообще я венки меняю со сменой сезонов до того мне эта традиция американцев понравилась вот так елка у нас в этом году она условно говоря елка такая необычная вот такая необычная выглядит похоже знаете видели наверное если смотрели фильм аватар там священное дерево было с такими белыми свисающими ветвями у меня вот такая елка ну или как сказать рождественское дерево вот но нам нравится с огоньками такое интересное необычное деревце и к тому же от него нет мусора вот а когда-то да мы наряжали во дворе когда она была небольшого размера и я могла нарядить тую да а вот елей каких я знала новогодних елей у нас их в природе не растет их нет вот прям поэтому здесь у нас значит наряжают продают покупают наряжают люди что-то вечно зеленое но однажды вот мы были продавали мои изделия вот это кстати тоже мои изделия вот набор серьги ювелирные украшения вот этими самыми ручками я делал вот продавали мои изделия украшения картины в декабре у нас однажды была ярмарка в городе александрия по моему до александрия это у нас в луизиане и там я увидела впервые мне понравилось кстати не только хвойные деревья были украшены а вот просто вечно зеленые у нас например вечно зеленый является такое дерево магнолия южная это с такими вот огромными белыми цветами зимой и украшают она вечно зелено очень красиво смотрится мне понравилось вот очень прикольно поэтому мне очень нравится во время вот этого месяца я кстати когда он заканчивается я всегда расстраиваюсь мне мне хочется чтобы не месяца дольше это было время рождественская до того мне это понравилось друзья до того мне понравилось как его празднуют здесь в америке вот это знаете время такое это не пьянки и гулянки и сборища какие-то нет это не карнавальные праздники люди люди одеты в обычной одежде кстати на рождество вот но там бывают что какие-то рожки одеваются эти оленья что-то такое вот я кстати купила и на рождественскую тему серьги снежинки вот прикольно то они смотрятся у нас в луизиане вот когда плюс 23 плюс 25 градусов вот мне это все так смешно так интересно потому что рождество рождественский дух это значит ну все таки зимой у большинства ассоциируется да а у нас все по-другому мы живем на юге в сша климат другой и мне прикольно пить я говорю я как северянка я буду пить какао покупаю вот в этом году тоже купила три вида разных какао они знаете с какими-то добавками с разными вкусами бывают вот я в этом году тоже три вида купила завтра будет небольшое похолодание я выйду усядусь на вот эту веранду и попью горячий какао как северянка на самом деле я южанка вот то есть к нам проникают конечно существует они есть обычая которые есть в северных штатах но к нам они на юг проникли давным-давно и они существуют и для меня это очень прикольно вот типа пить горячий какао на самом деле мне ральф рассказывал что например значит когда у него дети были маленькие они их поили вот они при они были ямки северяне жили ральф семьей жил на севере у него сын и дочка вот они прибегали домой с мороза и они им давали родители горячий какао и я здесь в плюс 24 градуса пью горячий какао прикольно вот и вообще очень много так про серьги я сказала со снежинками самые прикольные мне показались со снежинками сейчас у меня видите вот я использую заколочки с двух сторон у меня да но сейчас вот такие они нейтральные просто жемчужинки здесь да а я купила с этими сразу как будто кустик веточка и там ягодки красненькие очень такой атрибут рождественский вот купила себе как рождественский такой ну для наряда чтобы вообще всякие вот маленькие штучки они формируют у нас настроение праздничное так что всем рекомендую друзья никто вам не обязан устраивать праздник если сам не устрою чтобы праздника и не почувствуешь вот я как настоящий американка и и потому что я полюбила дух рождества вот мне это все нравится все вызывает хорошие приятные чувства вот я в этом году на следующий день после дня благодарения украсила дом достала все вазы поставила веточки заснеженные там ну веточки которые они сейчас такие такие веточки выглядят как натуральные не отличить вот просто обалдеваю насколько вот научились люди делать такие вот рождественские веточки заснеженные там вечно зеленых растений вот опять же это на юге у нас этого в природе нет никаких заснеженных веточек поэтому для меня это все прикольно я с удовольствием украшаю дом ими елочку вот как я вам уже сказала поставила на следующий день а еще через день у меня муж вышел во двор украсил вот вы знаете я пишу тут что соседи напротив нас лазили на лестницах украшали дом я знаю как это представляю себе хорошо как это весь дом там украсить этими украшениями а потом еще когда праздник закончится все это снимать опять же лазить я купила себе такой шарик у него там несколько программ прожектор направляешь его на дом разные цвета разные программы и весь дом как будто украшен огнями мне это так нравится вот это по-моему отличная инженерная идея вот такая я ее полюбила мне она понравилась мы каждый год этот он работает на электричестве да вот программы эти постоянно меняются и никаких забот и хлопот в землю этот прожектор воткнул включил его в розетку подсоединил к электричеству и все дом нарядный разноцветный вот такие дела вообще мне все нравится все что связано с рождеством атмосфера вот обычно такие добрые хорошие фильмы про про добрых людей про доброту про милосердие ведь в первую очередь рождество это значит ну рождество христа все люди должны проявлять вспоминать что они люди проявлять доброту милосердие вот оказывают благотворительность вот все песни все какие-то развлекательные шоу на телевидении они связаны с рождеством там рождественские пения песни на тему о рождении христа понимаете вот не просто не просто концерт и не просто песни вот и да все звезды почитают за честь принять участие в рождественских каких-то празднествах на телевидении ну и осталось рассказать еще про соседи слева они были на охоте подстрелили трех оленей уже мясник наделал из оленей колбасу соси соседи уже нас угостили но мясо мне понравилось больше колбаса по мне так очень соленая и перченая ну да ладно они ведь из-за она ведь из оленя экзотика для меня да пожалуй после оленя друзья самое экзотичное мясо которое это я ела ну про кроликов я молчу этого мы объелись это мясо бизона я живу не в мегаполисе у нас выбор продуктов ну так хороший но по сравнению с крупными городами уступает поэтому только однажды мне повезло я пришла в магазин и продается мясо беду бизона стейк я купила я приготовила себе стейк вот очень вкусное мясо качество обалденно и с тех пор мне не везло кстати больше я не встречала надо кстати попробовать зайти может на рождество смогу купить я тут на днях прочитала в книге у даниила гранина случай с петром первым его в голландии угостили супом из черепахи ему понравилось и он повторил это блюдо в россии для застолья но не сказал никому из чего суп только после того сказал как все поели у нас этих черепах навалом плавает в озере как же их варить столько деликатесов под носом напишу вам смешное самый известный и общий любимый суп в америке это томатный готовится так открывается консервная банка типа томатного пюре добавляется вода и это доводится до кипения к нему поджаривается кусок хлеба на него кладется кусок сыра все кушать подано но не умора и и все без ума от такого супа а других супов я что-то пока не видела ну это действительно пока потом я наподобие томатного супа в пакетах в банках навиделась много иногда не брезгую покупаем и мясо скотч косточкой на бульон не купить я недавно захотела борща наварить из моей собственно выращенной свеклы так была счастлива каким-то там свиным ребрам потратила на готовку часа два это ведь не томатный американский суп получилось как всегда не как в россии это да друзья как в россии почему-то ничего не получается ну что-то подобное кстати они не знают оливье не знают винегрета так что ральфу повезло со мной про мясо да я не знаю опять же как больших городах но здесь вот живу я 17 год друзья мясо на косточке за эти 17 лет знаете когда я только было у меня мясо на косточке но вот которая на бульон это мы раза два с ральфом покупали четверть коровы четверть коровы это фермеры продают в специализированном магазине свежайшую говядину и вот мы четверть коровы купили ну конечно там на фасовали нам профессионалы как положено и в том числе у меня было мясо с косточкой ральф к этому равнодушен для него было самое главное это там всевозможные стейки самые лучшие которые только могут быть говяжьи стейки а я радовалась в том числе и говяжьей косточки а когда когда я хочу борщ я просто варю на курином бульоне покупаю курицу целую вот и варю на курином бульоне